Тут можно, в принципе, долго размышлять и спорить на тему того, кто же виноват, кто прав, значит, является ли это необходимостью вся эта история двух тысяч лет, является ли это частью Божьего плана, либо, скажем, человек делает что-то не так, что отстраняет осуществление Божьего плана в полной мере. То есть мы сейчас можем только предполагать, какие идеи и теории на этот счет существуют. Значит, но я вам могу так поделиться своим соображением на вот эту вот тему интересную. Значит, смотрите, вчера мы говорили о том, что неевреи, даже если они принимали иудаизм или если они приняли Ишуа, значит, они не имели права входить, точнее, празелиты не имели права входить в храм. Значит, мы видим, что Ишуа эту преграду устранил. Между верующим и иудеем и верующим из язычников разницы никакой в этом плане. И получается, что в соответствии с этим действием Божьим не евреи могли входить в храм. Но мы знаем входить в храм и приносить жертвы. Но мы знаем, что не все евреи приняли Ишуа. Причем, скажем так, хоть нам Новый Завет и говорит, что многие из священников приняли Ишуа, но не все. И мы понимаем, что поскольку у священников была власть в храме, возникло разногласие. Часть священников приняли, часть не приняли. И теперь те, которые приняли, то, что мы читали из книги Диане, 15 глава, где сказано, что не будем затруднять язычникам приходить к Богу. То есть, смотрите, получается, что священники, которые приняли Ишуа, они были согласны отменить ряд своих внутренних постановлений и разрешить уверовавшим в Ишуа входить на территорию храма, чтобы приносить жертвы. Понимаете? Но из истории, которая произошла с Павлом же, я думаю, она не случайно попала в Писание. Значит, когда Павел пришел в Иерусалим, сделал все, как положено по закону, когда его Яков попросил, значит, иудеи, которые противились учению Ишуа, противились этому пути, они решили Павла обвинить, ложно обвинить в том, что он ввел нееврея в храм. То есть, мы видим, что, в принципе, евреи, которые были согласны на то, чтобы уверовавшие из язычников могли приходить и приносить в храм, они не делали этого по одной простой причине, что они знали, что это приведет, ну, скажем так, к убийствам. Павла же хотели убить, не могли убить по одной простой причине, была власть, которая это запрещала. Значит, и смотрите, возникает противостояние в еврейской же среде, благодаря тому, что Ишуа открыл доступ неевреям, которые признают его господство, открыл доступ приходить в храм и приносить жертвы, мы видим, что часть евреев, которая отрицала это, они могли просто, ну, заняться кровопролитием. Значит, и что получается? Получается, возникает вражда в самом народе. Одна часть думает, что язычники, уверовавшие, могут входить, другая часть думает, что не могут. Ну, во-первых, советую тебе взять диск Юткевича об искуплении. Значит, но это во вторую очередь. А в первую очередь, в первую очередь, мы сейчас откроем. Сейчас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Боря, ты открыл? Прочитай, пожалуйста. 14, 15, 16. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух соделать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, то есть не геры и не празелиты, но сограждане святым и свои Богом. И свои Богу. «Быв утверждены на основании апостолов-пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь жилища Божие Духом». То есть смотрите, во-первых, мы здесь можем увидеть интересную идею о строительстве нового храма, которым являемся мы. Но мы знаем, что на протяжении около 35 лет тот храм тоже стоял. Завеса разодралась. Мы знаем, что там были интересные вещи, то, что двери сами собой отворялись, хотя их никто не мог закрыть. Завесу восстановили, она разодралась повторно. Происходили интересные вещи. Но при всем при этом мы знаем, что чудеса из храма вышли на улицу, на улице Иерусалима. Но момент такой. Дело в том, что для евреев, в принципе, жертвы никто не отменял. Мы видим, вот кто читал из Икииля, мы видим, что этот порядок будет восстановлен в тысячелетнем царстве. Храм был, по сути, разрушен, в принципе, не столько потому, что он утратил свою актуальность. Вот мне очень нравится на эту тему. Я сейчас говорю свое мнение, сразу говорю. Значит, еврейские мудрецы говорят, что этот храм был разрушен из-за беспричинной вражды евреев друг с другом. И по факту мы видим, что так оно и есть. В еврейском народе произошел раздел по вопросу мессианства Ишуа и по вопросу, имеют ли возможность уверовавшие из язычников также приходить к Богу. Да, но не в храм. А извините, а в храм зачем люди приходили? Что такое храм вообще? Цель храма? Приблизиться к Богу, иметь отношение с Богом. Если помнишь, как-то на домашней группе мы разбирали тему скини и храма. Значит, и мы там дали четкие определения, что Бог с самого начала решил обитать среди своего народа. И для этого Он заповедал скинию, а потом позже Давид принял решение построить храм, но осуществил это Соломон. И скиния и храм являются в первую очередь местом встречи человека с Богом. Правильно? И Бога с человеком. Да, значит, после жертвы Ишуа мы знаем, что этот порядок несколько изменился. Но храм при всем при этом, если Бог созидает новый храм, зачем тот храм остался стоять? Жертвы приносились. Мы видим, что сотни тысяч уверовавших иудеев, и они были ревнителями закона. То есть они продолжали исполнять. То есть фактически вся Иерусалимская община, как минимум, они продолжали исполнять то, что было заповедано на Синае. То есть функция еврея, как наглядного пособия того, как выстраивать отношения с Богом, они не отменены были. И вот представь себе Бог, который находится в вечности, который знает заранее, что в еврейской среде возникнет раздор по поводу того, впускать язычников уверовавших или не впускать, и что это приведет к гражданской кровопролитной войне. Как ты думаешь, что Богу, любящему Отцу, оставалось делать? Учитывая еще и тот момент, что Бог в Вишуа начал созидать новый храм, который, который, как мы видим, не отменяет храма земного, каменного, который в пророчествах Езекииля. То есть, ну, понятно, что в тысячелетнем царстве мы будем продолжать оставаться телом, но сам храм, как здание, он будет стоять, и жертвы будут приноситься. То есть актуальность храма каменного, как наглядного пособия, не утрачена. Понимаешь? Но почему-то Бог решил, 35 лет Он терпел, а потом решил разорить этот храм, разрушить. По одной простой причине, Ишуа говорит, вы не распознали часа посещения, времени посещения своего. И та вражда, которая возникла в еврейской среде по вопросу того, можно ли евреям входить или нельзя, значит, это привело к тому, что храм был разрушен. Чтобы не было повода ссориться, но чтобы у евреев, которые уповали на храм, возникла нужда в поисках другого пути, который Бог уже открыл в Ишуа. Понятно? Когда Ишуа произведет все те изменения на земле, которые он сейчас производит, то есть, как мы видели, он возьмет и очистит остаток из язычников, очистит остаток из Израиля, из двух сделает одно целое, как вот мы сейчас читали. Мы читаем тут в прошедшем времени, но по факту мы не видим этого единства. Понимаешь? Но когда Ишуа вернется, это все будет. Будет это единство, будет это чистота, будет это праведность, и будет этот храм. Потому что между евреями и уверовавшими из язычников не будет стоять вопрос, можно или нельзя. Потому что, как тут написано, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми, свои Богу». Понимаешь? То есть, не будет стоять вопроса с еврейской стороны. И тогда храм будет отстроен. Потому что не будет причины для вражды. Потому что все будут одно, Вешуа Мессии. Понимаешь? Ну, то есть, это чисто моя точка зрения. Более того, есть еще один такой момент. Сейчас я не совсем готов показать вам эти места описания, потому что они у меня записаны где-то в конспекте, а конспект дома еще, когда я учился. Значит, великое поручение, которое Ишуа дал еврейскому народу, вот на тот момент апостолами оно было исполнено, на известной населенной территории земли. То есть, если не брать в расчет Америку, Австралию, Индонезию, вся там населенная часть земли, которая была известна евреям, она была обойдена, она была евангелизирована. То есть, Евангелие было проповедано до края земли, известного края земли. И великое поручение, по сути, на тот момент было выполнено. Есть, скажем, место, где Павел говорит, что я искал место, куда бы пойти, но он говорит, я предпочитаю строить не на чужом основании. То есть, он предпочитал приходить туда, где Евангелие не было проповедано никогда. Он говорит, я искал, я не нашел такого места. Потом Павел в одном из посланий говорит, разве они не слышали? Ибо и Слово Божие говорит, что пронеслась весть по всей земле, до края земли. Поэтому евреи не могут сказать, что они не слышали. Понимаешь? То есть, есть несколько мест Писания, которые явно показывают, что Евангелие распространилось по всей известной населенной территории земли. Понимаешь? Значит, и что же получается? Евреи, которые были рассеяны по всему лицу земли, зачем они были рассеяны? Интересный момент. Значит, я вот рекомендую почитать книгу Дана Ричардсона «Вечность в их сердцах». Значит, он завершает книгу такой интересной главой. Значит, деяния апостолов или то, чего апостолы не делали. Ишуа сказал же «Идите и проповедуйте Евангелие, будете свидетелями мне в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до края Вселенной, до края земли». Но интересно, что апостолы, вот Петр, он однажды вышел из Иерусалима, вот когда к Корнилию, ну, из Писания мы видим там. Ну, то есть, скажем, вылазки апостолов были незначительны, пока был Иерусалим. Ишуа сказал «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи и Самарии». Филипп, мы видим, вышел. А основные апостолы, они находились все в Иерусалиме. И только после разрушения храма они разошлись. 35 лет. Хотя мы видим активную деятельность, скажем, того же Павла, которого Бог избрал, и не в Иерусалиме. И вот смотрите, храм разрушен, город разрушен, иудеи разбросаны по всему лицу земли. Причем, скажем, вот те же апостолы, те же ученики Ишуа, значит, когда они приходили в какой-то город, они приходили, естественно, в первую очередь в еврейскую среду. И там проповедовали Евангелие. А по ходу проповедовали Евангелие еще и тем неевреям, которые уже к тому времени сформировались вокруг синагог. Те, ну, их, вот Новый Завет называется «Боящиеся Господа». То есть есть иудеи, есть празелита, есть боящиеся Господа. Корнили он был из боящихся Господа. Значит, и что получается? Иудеи рассеяны по всему лицу земли. И среди всех иудеев есть иудеи, которые приняли Евангелие. И получается, разбросав весь еврейский народ по всему лицу земли, Господь таким образом разбрасывает вот эти вот семена Евангелия по всему лицу земли. Понимаешь? А потом Господь вот это вот все соберет. И помните притча, где Ишуа говорит, что Царство Божие подобно неводу, которой забрасывают, собирают много рыбы, а потом ее еще и сортируют. Так вот, смотрите, вот, еврейский народ разбросанный по всему лицу земли, во-первых, евреи названы сынами царства. То есть, по сути, Израиль это то Царство Божие на земле, которое Бог определил. Вот этот невод разбрасывается по всему лицу земли, среди этих евреев есть евреи, которые веруют в Ишуа, и они проповедуют Евангелие по всему лицу земли, благодаря вот этому рассеянию. В конечном итоге многие люди уверовали, собирается этот невод обратно, то есть, Бог собирает обратно свой народ. Походу с этим народом собирается много разной рыбы, которая еще будет отфильтрована. То есть, мы видим то, что вот мы читали, что Бог будет очищать остатки из язычников и Израиля, значит, и в конечном итоге будет соединение вот это. То есть, что получается, что Божий замысел в том и состоял, что, во-первых, он предвидел, что Израиль всецело не примет, благодаря чему возникла необходимость разрушения храма, благодаря чему последовало рассеяние по всему лицу земли, благодаря чему Евангелие более интенсивно стало проповедоваться, благодаря чему многие из неевреев покаялись, и благодаря чему образовывается вот этот новый народ. Понимаете? То есть, скажем, мы сейчас находимся на том этапе, когда вот эти вот этот невод, он уже должен собираться. Он уже собирается. То есть, мы видим возвращение еврея в Израиль. Невод уже Бог собирает. Это однозначно указывает на то, что мы живем в последнее время. И вроде бы то, что евреи не приняли Ишуа, оно вроде бы как плохо. Но для неевреев это хорошо, потому что последовало рассеяние, благодаря которому мы смогли услышать Евангелие. Когда-то, тогда. И как бы мы знаем, что дальше уже пошла развиваться история, и то, что Павел предрекал. То есть, история, она развилась так, как Бог это определил. И опять же, получается, что как ни крути Господь владыка всего. И историю Он творит и вершит. Не то, что Он знает все наперед, Он управляет историей. Он моделирует историю так, как Ему угодно. Для одной цели, чтобы люди спасались. Хотя мы можем видеть такие вещи вокруг себя. Но при всем при этом, смотрите, тот же Холокост, вроде бы страшная вещь, но сколько евреев приняли и шоу? Благодаря этому. А возникновение государства Израиль благодаря этому. Казалось бы, казалось бы, ужасные вещи. Но я вам скажу, что для меня ключ к пониманию таких исторических процессов, казалось бы, ужасных, но служащих Божьим целям, ключ ко всему этому, слова Иосифа, который при встрече с братьями своими, он говорит, вы замышляли против меня зло, а Бог обратил это в добро. И мы видим, что даже из тех народов, которые гнали евреев, будут люди обращающиеся. Вот мы помним команду из Германии приезжала. То есть получается, что дьявол инициирует зло, пытаясь уничтожить народ Божий и евреев, и христиан, а Бог из этого извлекает пользу. И чем больше старается дьявол, тем больше пользы для Господа. Но при всем при этом дьявол не получит за это награды. Понимаете? Просто Бог способен зло обратить в добро. Но это не значит, что зло угодно Господу. Да, микрофон. жертвы честно говоря, не сильно поняла про третий храм, про жертвоприношение, насколько или четвертый, четвертый, что я так понимаю, что будет остаток от Израиля и остаток от язычников, правильно, которые примут, назовут Господа своим Богом, которых он очистит, и что, и будут приноситься жертвы? Писание говорит, что да. А за что жертвы? И что получается тогда, что жертва Иисуса несовершенная? Почему совершенная? А зачем тогда еще жертвы? Какие? Это что, опять животных будут убивать? Нет, дело в том, что если мы будем более внимательно изучать Писание, то мы увидим, что есть две категории людей, которые будут жить в тысячелетнем царстве. Значит, есть те люди, которые уверовали, не увидя. Помните, когда Ишуа говорит Фоме, ты уверовал, потому что увидел, блаженно не видевшие, но уверовавшие. Ну, опять же, это моя чисто точка зрения. То есть, ее нужно внимательно исследовать по Писанию, для того, чтобы удостовериться в том, что это действительно так или не так. Значит, мы уверовали. Каким образом? Мы лично видели его во плоти, нет. Значит, а если мы уверовали по словам тех, кто когда-то уверовал, ведь существует цепочка преемственностей. Были апостолы, у апостолов были ученики, у учеников ученики. Таким образом, до нас дошло Евангелие. Значит, таким образом мы получили спасение через проповедь Евангелия. И мы сейчас, как мы уже говорили, мы сейчас созидаемся в тело, которое Бог предназначил для управления в тысячелетнем царстве. Управление кем? Мы уже вчера поднимали этот вопрос. Управление народами. Значит, теперь смотрим дальше. Значит, когда Ишуа вернется на землю, из Писания мы знаем, что преклонится пред ним всякое колено, а то, которое не преклонится, оно будет уничтожено. Так вот, мы видим, что когда Ишуа вернется, значит, мы получаем две группы людей, те, которые верили до его прихода по словам учеников и по слову Духа Святого внутри нас. И будет категория людей, группа людей, значит, которая уверует, потому что увидит. Ну, и понятно, что тот, кто увидел и уверовал из страха, он не настолько совершенен, насколько совершенны те, которые доверились Богу по слову. И вот те, которые уверовали по слову, блаженны в том, что они и будут участвовать в управлении народами в тысячелетнем царстве. А как же быть тогда с теми людьми, которые не верили, но уверовали, когда увидели. То есть они не рождены свыше. Они уверовали, потому что увидели. И опять же, Писание говорит, что когда Ишуа вернется, мы изменимся в мгновение ока. То есть те, кто верует сейчас в Ишуа, уже умирать не будут никогда. А те, которые уверовали из страха, потому что увидели. Писание говорит, столетний грешник будет умирать юношей. То есть болезней на земле не будет, проклятий не будет, земля будет как Эдемский сад, но будут люди, которые будут избирать грешить. Это выбор человека. А Адам в Эдемском саду, как он согрешил? Я сейчас рассказываю то, о чем говорит Писание. Столетний грешник будет умирать юноше. То есть человек, если он умрет в сто лет, будут говорить юноша умер. Ну, то есть это в каком состоянии, секундочку, в каком состоянии будет его тело, что в сто лет про него будут говорить, что он юноша. Это говорит о том, что благодать будет настолько преизобильно на земле, что никто не сможет сказать, что вот я был болен, поэтому я грешил, у меня не было хлеба, поэтому я грешил. У людей будет все и в избытке от духовного до материального. Но все равно будут люди, которые будут грешить при всем при том, что сатана будет связан. Ведь на самом деле проблема беззакония на земле сейчас не столько в сатане, сколько в человеке. Если бы дело было только в сатане, Бог бы уничтожил его и все. Но он нас хочет соделать совершенными. И именно для тех людей, которые будут жить в тысячелетнем царстве, именно для них необходимо будет вот это управление, именно для них необходимо будет поклонение в этом храме, принесение вот этих вот жертв. То есть для того, чтобы понять зачем человеку нужна жертва, необходимо изучить этот вопрос. Почему я рекомендовал взять диски Юткевича об искуплении. Там он очень подробно и ясно говорит. То есть жертва вообще как таковая она не отменится никогда, потому что любовь она базируется на жертвенности. Значит а как наглядное пособие для людей, которые не рождены свыше, но оказались в царстве Божьем это необходимо. А почему нет? Вы курочку кушаете? А барашка? А что кушать? Ну ладно баранину, свинину, не знаю, телятину, рыбу. И не жалко? А? То есть убивать жалко, а кушать так ничего, Это мне понравилось как-то высказывание одного раввина Ашара Кушнира. Он говорит, не говорите, что вы любите курочку, вы любите ее вкус на своих устах. Поэтому говорить о том, что нам жалко животных, когда мы их кушаем, во-первых, это беспысленно, во-вторых, Бог отдал животных нам в пищу. Поэтому все вопросы к Богу. Ну так, а что? Микрофон можно? Одно дело, когда действительно Бог подал пищу, мы их кушаем. Другое дело, когда из-за того, что кто-то сделал плохо, надо взять это животное и просто убить его. Хорошо, у меня вопрос. А как насчет того, что Ишо умер за вас? Я об этом и спрашиваю. Не, но это нормально, что не, вопрос, это нормально, что вы, по сути, на его плечах входите в Царство Божье? Это нормально? Это справедливо? Это несправедливо. Давайте восстановим справедливость. Вас в ад Ишуа на небеса. Нормально? Хорошо, вопрос. В вашей личной жизни было время, когда вы были неверующей? Конечно, да? Хорошо. Значит, жертва была совершенной? Стоп, секундочку, жертва была совершенной? Замечательное замечание, вас оно не касалось. Почему? Но она нужна была вам? Каким образом она открылась? Спасение. О чем? В чем это благодать? В каких конкретно? Замечательно. В таком случае, то, что он умер, это коснулось вас? Да? Вы остались небезразличны к чьей-то жертве? Очень замечательный пример Дима Юткевич привел по поводу того, насколько люди небезразличны к жертве или к жертвам. Значит, у вас была такая ситуация в отношении неверующих, что когда вы уверовали, все, они там задавали вопросы, может быть, или не задавали, вы рассказывали, все нормально, типа, ну, верующий верует себе, да? Значит, а вопросы про деньги задавали? Ни разу никто никогда. Вас спрашивали, носите вы десятину в церковь или нет? Кто-то из неверующих. А кого спрашивали? Как реагируют, когда говоришь, что уносишь? То есть интересный момент, когда мы говорим, что мы уверовали, ну, уверовал и уверовал, каждый верит во что хочет, но когда мы говорим о том, что мало того, что мы уверовали, мы еще приносим определенные жертвы, те же деньги. Людям это уже почему-то небезразлично. Даже более того, я отношу свои деньги куда-то, а он от этого возмущается. Почему? По одной простой причине, он не способен на такую жертву. Его это цепляет, его это раздражает и возмущает. Любая жертва, настоящая жертва Господу, она не оставляет безразличным никого, даже неверующего. А поскольку в тысячелетнем царстве окажутся люди, которые способны грешить, вот именно ради них, ради их совершенства, ради их спасения, жертвоприношения в храме остаются перерыв. Мы видим, что ни Израиль, ни церковь, точнее собрание из неевреев не подпадает под то определение, которое дает Новый Завет. К сожалению, еще много лжи, много беззаконий, значит, и в собрании из язычников, и в собрании из Израиля, скажем так. Те люди, которые побывали в Израиле, значит, они вообще просто в шоке. Вот у меня есть одна знакомая, значит, из Кишинева, мы учились вместе на курсах еврита, она сама не еврейка, но в какой-то момент она, ну, попала в еврейскую среду, и она, ну, скажем, ее это зацепило, захвыло, и у нее была мечта отпраздновать хотя бы один раз Песах в Иерусалиме. Вот именно сам праздник встретить в Иерусалиме вот возле стены плача, она для этого пошла еврит изучать, значит, там мы с ней познакомились, и уже когда я уехал сюда, через некоторое время у нее появилась возможность, ездила туда, я вам скажу, до этого она была в таком восторге вообще от всех евреев и от всего еврейского, что, ну, представьте себе, вот человек, который, в принципе, ничего никогда не имел общего со временем, настолько этим пропитался, что неверующий человек, вот она захотела пойти изучать еврит, она изучала это с радостью, она участвовала во всех каких-то мероприятиях еврейских, там ее все знали за свою, она съездила в Израиль, я с ней встретился, говорю, как, она говорит, знаешь, честно тебе скажу, Израиль крутый, израильтяне, это, это что-то, с чем-то, народ мерзкий, ненавидят друг друга, клянут друг друга, ругаются друг с другом, говорит, это что-то ужасное, ну, то есть, это взгляд человека, не верующего, не знающего писаний, понимаете, но вопрос в том, что у Бога есть определенные намерения и Бог работу свою продолжает совершать, значит, давайте мы откроем, значит, Исайю, первая глава, со второго стиха, слушайте небеса и вдема земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня, в еврейском тексте подчеркивается, что те самые сыновья, которых я воспитал и возвысил, восстали против меня. И стихи с четвертого по шестой создают картину больного от макушки головы до кончиков пальцев на ногах, ни единого места здорового на них. Давайте прочитаем это. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ноги и до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные и не смягченные и леем. Вот это вот Божий взгляд на состояние Израиля тогда. Думаю, что сейчас оно не лучше, а хуже. По одной простой причине, что много евреев, даже вот у меня есть много знакомых евреев, которые говорят, что я не религиозный еврей, я еврей, чтущий традиции. В Бога я не верю. Традиции принимаю, в Бога я не верю, я атеист. То есть, понимаете, состояние сейчас, если тогда хоть приносились жертвы, хотя бы видимость, какое-то богослужение существовало, то сейчас это еще хуже. Значит, и тема греховности Израиля, она проходит через все пророческие писания, где Бог обличает, но Бог также и показывает путь к выходу. И как мы можем увидеть у Исаии в этой же главе, значит, с 16 стиха Бог говорит, Он показывает путь выхода из этой ситуации. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши как багряная, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. то есть Бог всегда, когда показывает состояние будь то народа, будь то человека, Бог никогда не останавливается на том, что Он констатирует факт греха, Он всегда показывает путь выхода из этой ситуации. Если же вы столкнетесь с такой ситуацией, что кто-то из людей будет типа пророчески обличать вас, но при всем при этом Он не предложит вам помолиться, если Он не покажет вам путь выхода из этой ситуации, потому что если это Божий пророк, то Он просто обязан пророчество принести для назидания, наставления, увещевания, утешения, понимаете, то есть Бог не останавливается на том, чтобы сказать ты грязный, Он говорит приди ко мне и я тебя очищу, понимаете, поэтому если вдруг вы услышите такого рода пророчество, что ты такой сякой, таким ты и умрешь, я могу сразу сказать, это не Божие пророчество, потому что Божие пророчество всегда ставит целью исправления человека, а не его убийство, не его смерть. значит, и мы знаем, что грех Израиля производит вот эту вот преграду между Богом и человеком, не только Израиль, а грех вообще, он производит преграду между человеком и Богом, значит, но несмотря на то, что Израиль находится в таком состоянии, значит, Бог обещает, что Он очистит Свой народ, значит, и вот если кто-то будет изучать внимательно книгу Исаия, она вообще такая вот интересная, у нее по-моему 66 глав, да, Висайи, А кто знает, сколько книг вообще в Библии? 66. Кто знает, сколько книг в Ветхом Завете? 39. А в Новом, соответственно, 27. Так вот, если мы книгу Исаии, которая состоит из 66 глав, будем рассматривать, внимательно читать, то мы увидим, что первые 39 глав, параллельно как 39 книг Танаха, они говорят об обличении и о Божьем суде, а последующие 27 глав, как 27 книг Нового Завета, они показывают надежду восстановления, они показывают путь искупления, которым Господь проведет свой народ, для того, чтобы очистить от греха. То есть, очень интересно так вот, Бог символически все это устроил. Значит, 39 и 27 книг, 39 и 27 глав у одного пророка, который занимает, можно сказать, центральную часть пророчества. Исаия это один из самых таких крупных пророков, самых мощных. Разделение на главы было позже, но я не думаю, что кто-то тогда задумывался об этом, потому что, судя по тому, как вообще Библию делили на главы, то лучше бы не делили. Понимаешь? А вот тут вот при всем при том, то есть, ну, Бог может конфетку сделать из чего угодно. Слава Господу. Значит, давайте откроем Осия 1.10. Да, Осия 1.10. 10 и 11, то есть, можно почитать. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли, ибо велик день Израиля. В этих стихах мы можем видеть пророчество о том, что настанет момент, когда Господь соберет свой народ, когда народ будет обращен, народ будет очищен, и, несмотря на нынешнее состояние, Бог все-таки завершит свою работу, которую Он начал когда-то очень и очень давно. по поводу того, где это произойдет, сказано, где вы слышали, что вы не мой народ, там будет сказано, вы мой народ, а кто помнит, где эти слова были сказаны, в какой земле? Да. Это слова тоже одного из пророков, и обращено оно было к Израилю в земле Израиля. А стало быть, именно в земле Израиля они и услышат от Господа «Вы мой народ». Следовательно, возрождение евреев и их принятие Богом подобным образом произойдет именно в стране Израиля. Существует одна практическая причина, которая недостаточно оценивается в нашей современной западной версии христианства. Под влиянием мирских ценностей мы сделали христианскую веру главным образом выражением индивидуальных отношений человека с его Богом. Наше сознание концентрируется на слове «Мой Спаситель», «Моя вера», «Моё служение» и так далее. Однако это неправильно представляет библейскую перспективу. На протяжении всего Писания Бог имеет дело с конкретными личностями в контексте больших групп семьи, общины, собрания, народа. Таким образом число спасенных был приведен филиппийский тюремный страж в деяниях апостолов. И этот страж спросил апостолов, что он должен делать, чтобы спастись. В своем вдохновении Павел отвечает «Веру в Господа Иисуса Христа спасешься ты и весь дом твой». То есть обратите внимание, что личная вера одного человека оказывается может привести к вере не только его самого лично, но и его окружение. Спасение, которое дает Господь, расширяется намного дальше этого стража, как отдельной личности, и охватывает всех его домашних. Это библейская норма. Бог постоянно действует с отдельными людьми в контексте большей значимости. И поэтому каждый из нас, получив личное спасение, может его распространить еще дальше. И не только может, но и должен. Исторически это всегда было истинным отношением Бога к Израилю. Он постоянно относился к ним не просто как к отдельным личностям, но как к отдельному народу, соединенному заветом, не только с Богом, но и друг с другом. Поэтому мы видим заповедь возлюби ближнего своего, возлюби Бога и возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть взаимоотношения с Богом неразрывно связаны с взаимоотношением с людьми. И такое понятие, как мой личный спаситель, оно приемлемо лишь в контексте того, что этот личный спаситель является личным спасителем моих братьев и сестер. Только таким образом, если же человек отделяет себя от братьев и сестер, то и Господь перестает быть личным его спасителем. Об этом мы видели в послании Иоанна. Он там четко говорит, ближнего, не любит и Бога. Как может любить Бога, которого не видит, если ближнего, которого не видит, ненавидит? Также другие обетования духовного возрождения содержатся в Висайе 45 главе в 17 и 25 стихе. Израиль же будет спасенным, будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и построены во веки. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева. Слово оправдано означает освобождено от долгов, посчитано праведным перед Богом. Другими словами, праведность Израиля будет вменена им не на основании веры, а не дел. Таким образом, они становятся истинными духовными потомками их отца Авраама, который поверил Господу и он вменил ему это в праведность. Сколько потомков Израиля будет оправдано таким образом? Все. Однако, уясните себе, что все это будет остаток. Другое обетование возрождения Израиля заложено в Иеремии. 32 глава 36-37. И однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, то есть Иерусалиме, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и муровой язвы. Вот, я соберу их из всех стран, которые изгнал их во гневе моем и ярости моей и в великом негодовании возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Адрес Иеремия 32 глава 36-37. И это предсказание определенно нельзя считать исполнившимся при частичном и временном возвращении из Вавилона во времена Зарававеля. Нельзя считать его каким-либо образом приложимым к церкви. И все же этот отрывок из Иеремии 32 единственный из многих порочеств содержит то же самое обетование о последнем и всеобщем возрождении Израиля. Поэтому у нас остается только два возможных заключения. Или эти предсказания еще должны исполниться предначертания Израилю, или Бог высказал порочество, которое никогда не будет исполнено. В последнем случае под вопросом оказывается не просто судьба Израиля. В этом заключается вопрос величайшей важности касающийся всех верующих. Это вопрос достоверности самого Писания. То есть опять же тема, которой мы пришли в перерыве. Либо Писание истинно, либо что мы тогда здесь делаем. Понятно. Продолжение следует...